Утро Болткома. Утро на Болткоме. И даже, я понимаю, уже начинается раздача материальных стимулов, денежных вознаграждений. Да вроде как уже даже и раздали победителям. Да, из 20 финалистов выбрали 10 победителей, разделили между ними 40 тысяч евро. Где мы были в этот момент, я не понимаю. Тоже, в общем-то, фонтанировали идеями. Но не такими. Тоже за материальное вознаграждение, прямо скажем. Тем не менее, насколько известно, победителем вот этого конкурса Ида Юкаус 2021 стала компания, которая предложила электрически электризованные вот эти вот снежные доски, чтобы красиво кататься по снегу, в общем-то, Риноборд. И вот первое место и 10 тысяч евро они получили на воплощение своей идеи. Мне кажется, вы сейчас крадете просто хлеб у нашего гостя, который может рассказать об этом просто вот гораздо более подробнее. Так, подробности мы и потребуем у гостей. Сармит и Карлсона, руководитель мотивационных программ агентства инвестиций и развития. С нами на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро всем. Мы же пока все правильно рассказали, да? Конкурс Ида Юкаус 2021. Победитель Риноборд. Да, все верно. Очень приятно встретиться вновь. Мы говорили про конкурс, когда только заявки подавали. Приятно вернуться и рассказать, да, что произошла церемония награждения 10 декабря. И в общем мы получили 171 заявку. На второй тур прошли 117 команд или идей. И да, и победитель оказался лучше всех 171 идей. А как определяли победителя? Голосованием или какими-то критериями? Вы знаете, это конкурс, это как платформа, это такой процесс, можно сказать, потому что конкурс начинается в августе и вот закончился в декабре. То есть сперва у нас же несколько десятков партнеров, которые в жюри и отбирают, значит, идеи на второй тур. И они нам очень с этим помогают. И из 117 идей дальше проходят те, которые хотят учиться, значит, пройти все обучения. У нас были вебинары по субботам, то есть там был и маркетинг, и контент-маркетинг, и финансирование предприятий, и как сделать минимальный продукт, и как презентовать свою идею, как сделать бизнес-презентацию. То есть это требовало все-таки такой концентрации на цель, идти на цель. И второй тур тоже мы прослушали 88 идей, то есть отпало из этих 117 тоже какой-то процент, да, сделали бизнес-презентации. И да, там было жюри, которое усердно работало три дня, и в финале уже построже жюри, там девять участников жюри. И председатель жюри был Каспас Рошканц, директор ЛИА. И, да, оценивали бизнес-потенциал, инновацию, подачу, значит, своей идеи. И, наверное, как всегда, каждый год все-таки выигрывает такой комплект, где неотъемливая и даже, может быть, очень такая большая составная часть — это личность автора идеи, это его качество, горят ли глаза, он сам верит в свои идеи, нравится ли ему то, чем он занимается. Вот это, наверное, да, играет роль. — Безусловно, да, личностные вот эти лидерские характеристики, они очень сильно важны. Давайте пробежимся по списку вот этих вот… — Гласите полный список, пожалуйста. — Да, гласите список победивших идей, потому что, ну, сколько я видел из сообщений, из пресс-релиза, в общем-то, достойные идеи, да, достойные проекты. — Даже второе место тут очень интересное. — Да, финал у нас в этом году был такой пошире, 20 идей, и наградили мы 12 идей. И, естественно, что у жюри была нелегкая работа, потому что идеи очень разные, наши авторы очень разные, да, кто студент, кто уже занимается профессиональной деятельностью, там, может быть, с полжизни. И поэтому, да, второе место получила идея, которая предлагает разработать такие маленькие станции для зарядки, правильно я сказала, электроавтомобили. И использовать, значит, систему уличного осветления, то есть не делать новую систему, использовать эти уличные столбы, которые уже есть, существуют, например, в больших автостоянках. И это очень важно, да, потому что мы все-таки, это тоже такая идея будущая, потому что мы все-таки движемся и идем в сторону вот этого электротранспорта. — То есть подпитываться к уличным столбам, да, по большому счету? — Да, да. И, да, эта идея тоже мы поверили не только там членам нашей жюри, но даже Рыжеская дума, которая уже образовала такой пилот территории, где уже это пробовать, вот как это все происходит, поэтому, ну, да, мы верим, что, да, будет успех. — Желаем вам всей души успеха, конечно. Что еще было интересного? — Да, третье место, это была такая тоже авторская работа, студентка предлагает идею улучшения качества воздуха, это такое устройство, и с помощью микроводорослей, да, сделать такие устройства для помещений, где сложно открыть окно или вообще нету окон, и это такой прототип, это тоже очень свежая инновация и идея, наверное, тоже будущего. — То есть получается, что это просто можно будет в помещении, где нет доступа к свежему воздуху, поставить вот это устройство, и оно будет вырабатывать кислород, получается, да? — Да, все верно. — На основе, да, вот микроводорослей. Интересно такая тоже микробиология. Так, идем дальше. — Да, идем дальше, потом у нас завершает нашу олимпийскую шестерку еще три идей, которые получает тоже по три тысячи евро, и там вот тут случай, который я упоминаю, что вот профессионалы тоже смотрят, что они могут новое придумать, и там, например, есть врач, идея хеда, который предлагает устройство, то есть надеваем на пальчик маленькое такое устройство, это для снижения тревожности и стресса повседневного, да, которое нас постигает там перед выступлением, например, как у меня сегодня, или даже если какие-то сложные проблемы, это предлагает тренировать себя и как-то вот предотвратить выгорание, тревожность. — Ну как раз, да, все, что особо популярно последние пару лет. — Да, очень, да, особенно когда вот эта отдаленная работа, это очень все сложно. И потом, да, еще одна такая свежая инновация, тоже студентка предлагает, то есть магистр предлагает нам идею выращивания упаковки для люксусных товаров. То есть это полностью экологическая упаковка, которая, ну, производится с помощью мицелии грибов. — Можете такое себе представить? — Если честно, нет. Подходишь куда-то и срываешь там, не знаю, не огурец, не яблоко, а пакетик? — Нет, вы сажаете, то есть этот мытель в ящики, да, из этого, в форму упаковки, и она прорастает и вырастает, как бы упаковка, да. Это тоже очень свежая идея, идея будущего, мы так считаем. То есть заменить пластик, как пенопластик, как пенопластик. Да, да, да. Ну и рядом совсем практичная идея, которая нравится и большим, и маленьким. То есть сладости из бобовой сладости, скажем так, шоколадный крем, который всё-таки из бобовых, но по вкусу ничем не отличается, как рассказал нам автор. То есть по вкусу напоминает орехи, арахис, и уже, да, можно купить уже на первом эко-магазине вот эту сладость. Ну, это очень полезно, потому что не содержит аллергенов и сахара, и много минералов, и витаминов. То есть можно заманить бобовый ребёнка, да, вместо чистого шоколада, сахара. Первое место я бы дал, первое место сразу. За последние, за полезные сладости? Да, за полезные сладости. Ну, конечно, всё, какие-то такие сумасшедшие идеи, там, упаковка, которая растёт из грибов и всё. А здесь вот нормальная, простой батончик шоколада. И полезно всё. Правда, без шоколада. А я помню, в моём детстве были соевые такие шоколадки. Помнишь, были соевые шоколадки, мои любимые, например? Да. Ну, тоже, в общем-то, эко-сладость была. Всё возвращается, всё возвращается. И развивается, опять же, экологическая вся эта тема. А что вот стало с идеями, которые, скажем, не получили наград? То есть эти идеи, они каким-то образом, можно ли их подавать будет на следующий год, усовершенствовав, развивать? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что с конкурсом ничего не кончается, скажем так. Все 20 финалистов получили дипломы, они уже финалисты. Это тоже, я считаю, что это всё-таки хороший маркетинг для идей. Но конкурс мы организовываем всё-таки как первую ступень, если вы представляете, всё-таки предпринимательство, как такую экспедицию. И даже первое место в этом конкурсе – это никакой не Эверест. Это просто мы предлагаем первый, как бы говоря образно, первый базовый лагерь, где мы учим использовать некоторые инструменты. И вот победитель освоил этот курс. А дальше, то есть подниматься выше по этим горам, мы предлагаем всё-таки идеям получить у нас в агентуре инновационный ваучер. То есть первый маленький, так называемый ваучер – это 5 тысяч для развития идей. Потом инновационный ваучер можно получить 25 тысяч, обращаясь, например, к учёным или делать свой прототип. Потом у нас в жюри также наши коллеги, и мы рассказываем, то есть ознакомили участников со спектром услуг агентуры, ЛИА. И ещё одна возможность всё-таки подать заявку в бизнес-инкубатор. То есть там уже на более длительное время есть поддержка, и тоже есть финансовые гранты. Я думаю, что там тоже не менее 5 тысяч и даже больше можно получить для развития идей. Потом некоторые идеи уже увидели и заметили наши латвийские бизнес-ангелы. То есть это частные инвесторы. Они будут тоже приглашать команды для презентации к себе на инвестиционные сессии. Если даже там не получится получить, например, инвестиции, то это очень хороший, очень хороший нетворкинг. То есть среда, где можно ознакомиться уже с предпринимателем, это получить новые контакты и понимать, как двигаться дальше. Ну, на самом деле, в принципе, вот эта вот контактная, если можно назвать, биржа и возможность мелькнуть, это, в принципе, самое главное и важное, что можно было получить от конкурса. И в этой связи рождается вопрос. Хорошо, у финалистов, у этих 20, ну, оставшихся там 12 наград, значит, 8 осталось. Они могут мелькнуть там и инновационный ваучер, и бизнес-инкубатор, и бизнес-ангелы, перечисленные вами. А оставшиеся финалисты, а особенно те, кто не прошел финал, какие возможности есть у них? Ну, вот в данном случае их идеи не оценили. Куда они могут еще с помощью Лея продвинуть, попытаться продвинуть свои идеи? Есть ли какой-то инструментарий для этих? Это касается не только, то, что все я перечислила, это касается не только 20 финалистов, да, это касается всех 88 команд, идей. И совершенно верно, те, которые не прошли финал, они могут улучшить свою идею и стартовать повторно в августе следующего года, да. Вот я тоже вас приглашаю, да, начать нарисовать хорошую идею, приглашаем у нас к нам в конкурс, да, потому что конкурс будет тоже в следующем году, тоже такой же объем призов будет, и будет тоже в 2023 году, да, мы никуда не пропадаем. А все те, которые не прошли, они используют другие инструменты Лея, не только Лея, а есть конкурс, конкурс Рижская Дума организовывает, в регионах есть конкурсы, да, да, совершенно верно. Да, хорошо, раз уж вы начали эту тему, предварили мой вопрос о конкурсе следующего года, в августе новый набор, да, сейчас такая как будто бы пауза. Ну, традиционно целый месяц от начала августа до начала сентября, но мы уже будем тоже у нас в коммуникации, медиа, приглашайте нас, пожалуйста, в следующем году мы все расскажем в начале августа. Приходите, наше сотрудничество только начинается, мы же всегда рады, мы же всегда рады рассказать. Что нужно сделать, например, для тех, кто сейчас, может быть, вынашивает идею и думает о том, что в августе ее представить на конкурс, есть ли, ну, там какие-то необходимые заполненные формы, нужно ли, ну, вот в какой-то определенном виде эту идею подать, нужно ли какие-то приложения, нужно ли, чтобы что-то, какая-то была работающая модель физическая или только описание? Нет, абсолютно нет. Наш конкурс в этом плане, наверное, самый такой простой, демократичный, самый такой долгожитель, как я говорю всегда, то есть он интересен тем, что стоит заполнить только одну страничку А4, и даже не полностью, да, там есть несколько, такая таблица, значит, автор идей, название идей, и короткое совсем такое описание этой идеи, потому что мы потом ее помогаем развить, но начальная, наверное, вот эта идея должна быть такая, ну, такая очень понятная, жюри, что, да, что там есть бизнес, есть идея, и это очень, ну, несложно подать заявку, скажем так. Просто подумать о том, хочу ли я участвовать. Еще что очень важно, да, что конкурс, он такой, как, как такой большой, ну, площадка для детей, даже можно сказать в том плане, что даже если человек попробовал, да, но не прошла эта идея, да, это тоже способ еще узнать, подходит ли мне вообще предпринимательство, да, хочу ли я ходить рассказывать про свою идею, заниматься маркетингом, бизнесом, может быть, я хочу остаться и работать на своей работе. Это тоже очень важно, что вообще без таких, ну, больших затрат можно вообще попробовать и узнать, нравится ли мне вся эта суета, да, и вся вот эта такая, ну, отдача энергии, да, вот, которую требует бизнес. А еще что важно, на мой взгляд, важно, что это хорошая возможность получить обратную связь, вот тот самый фидбэк, сделать какую-то работу над ошибками, получить оценку и, в общем-то, двигаться дальше и быть настойчивым в достижении своих целей. А с армией-то, что касается, ну, хорошо, вот кто-то участвовал, победил, не победил, нет, сейчас говорим о победителях, причем даже прошлых лет, какое-то участие в их судьбе ли принимает, как-то следит за развитием вот тех самых бизнес-идей, которые были воплощены, в том числе благодаря конкурсу Идеюкаус, ну, там, прошлый год, два года назад. Да, спасибо за вопрос, я даже ожидала этот вопрос. У нас демократия даже в этом плане, да, мы, то есть, у нас нету такой, ну, скажем так, если слишком сильная бюрократия, да, это очень плохо, да, если мы не следим, может быть, тоже как-то. Но наша задача – организовать конкурс и давать эту возможность, да. Потом мы за руки обе не держим, да, и дальше не ведем, и даже мы следим, ну, так, косвенно, да, смотря, вот, подают ли они заявки, там, например, на другие услуги, но мы очень рады видеть, если бывшие участники конкурсов Идеюкаус, да, достигают такие, ну, хорошие результаты, даже действительно очень высокие результаты, участвуют в экспорте, например, нам очень нравится. Когда-то очень давно в конкурсе участвовала Лотта Тейсенков, которая сейчас руководит большой компанией Мадара Косметикс, да, которую мы знаем и здесь, и за рубежом. Также есть участник прошлых лет Артис Даугинс, который сейчас делает трассы для электрокартингов в Арабских Эмиратах и других странах. То есть, ну, так мы не следим, да, у нас нет такого ресурса, чтобы участвовать в жизни, да, там, пошагово потом, и даже, да, ну, если мы видим... Ну, зато вы участвовали при рождении этой идеи, вы участвовали на старте, и благодаря этому у многих есть возможность действительно попробовать себя и обкатать идею, и, возможно, получить какое-то первичное финансирование, тоже, в общем-то, полезная вещь. Спасибо огромное, Сармита. Спасибо огромное, да. Мы благодарим Сармита Карлсона, руководителя мотивационных программ агентства инвестиций и развития, ЛИА, подвели итоги конкурса «Ида и Укаус-2021», ну, и договорились сотрудничать в дальнейшем, рассказывать о других инициативах агентства, и, безусловно, чуть позже, объявим ближе к августу о конкурсе «Ида и Укаус-2022», напомним о условиях и так далее. Спасибо, Сармита, еще раз. Хорошего дня и с наступающим, и хорошего Нового года. И Рождества. Сармита Карлсона